13.06 в Кирове, начинается программа «Особое мнение» в студии Анна Лапшина, и мы продолжаем все-таки подводить итоги прошлого года. С нашими гостями, как обычно, у нас бывает в первую неделю после новогодних каникул. Ну и немножко все-таки задел на будущее сделаем с нашим сегодняшним гостем. А в гостях у нас Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области и член Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав заключенных. Ну вот я так, коротенько скажу, там достаточно длинное название. Олег, добрый день. Добрый день. Ну, с чего начнем? Я предлагаю все-таки начать, наверное, с работы Центра поддержки НКО и с оценки вообще деятельности некоммерческих организаций в Кировской области и общественной активности в 2017 году. И, я не знаю, может быть, какие-то прогнозы вы сделаете на 2018 год в связи с тем, что у нас политическая, как минимум, активность должна быть более-менее высокой. В 2016-2017 годы они дались некоммерческому сектору достаточно тяжело. Это отразилось и на нашей деятельности. Тяжело было работать с точки зрения того, что бурно менялось законодательство, менялись подходы к деятельности некоммерческих организаций. То есть, в это время мы искали какие-то новые выходы, новые способы существования. И, в принципе, сейчас уже более-менее понятно, там, ну, основные, там, стратегические направления деятельности, по которым будем двигаться, там, в дальнейшем. То есть, да, нам за это время удалось наработать, укрепить, там, свои связи, контакты с сетевыми организациями из других регионов. Словосочетание сетевые организации все-таки страшно звучит. Давайте расшифруем. Ну, сетевые организации – это организации, там, существующие, там, не в виде, там, единого центра, а работающие, там, со многими представителями, формально не принадлежащими, там, не входящими, там, структурами именно этой организации, но дружественные организации, коллеги, партнеры, взаимодействие с которыми осуществляется на основе, ну, вот, таких... Соглашений какие-то подписаны? Соглашений, горизонтальных договоренностей о том, что организации помогают друг другу и, там, осуществляют, ну, можно сказать, представительство друг друга. В разных регионах. В разных регионах, в разных сферах, в разных тематических сферах. То есть, такие процессы, они идут, и так получилось, что мы, государственная политика, стимулированы наводить контакты, горизонтальные связи, вступать в такие партнерства и укреплять, там, свою независимость за счет вот такого ресурса. То есть, за счет ресурса коллег. То есть, мы помогаем другим организациям из других регионов и из других тематических сфер решать их вопросы и задачи. Они пользуются нашими ресурсами, мы пользуемся, там, их ресурсами, выходами, там, на их клиентские, там, базы. Вот. И все вот это вот взаимодействие более четко оформляется, то есть, присоединяются новые партнеры, формулируются новые принципы. Вот. Сейчас у нас функционирует Приволжская сеть ресурсных центров. Ресурсные центры – это те организации, которые предоставляют свои ресурсы другим некоммерческим организациям. То есть, ресурсная сеть поддержки некоммерческих организаций Приволжского федерального округа. То есть, в каждом регионе есть один, два, там, иногда больше... Таких центров. Да, таких центров. Вот мы объединились, взаимодействуем. Совместные, там, проекты у нас есть. То есть, регулярно проводим совещания, там, через скайп. Ну, и, собственно говоря, коллективно отвечаем на вопросы наших клиентов. То есть, кто что знает. То есть, есть единая база экспертов, там, по Приволжскому федеральному округу. Вот. В основном сейчас всю эту деятельность мы видим на сайте nko-tf.ru. То есть, там можно задать вопросы и получить ответы от экспертов, там, всего Приволжского федерального округа. Практически найти любой, там, ответ на интересующие вопросы в сфере деятельности некоммерческих организаций. То есть, мы укреплялись, вот, и отговариваем, там, с коллегами, куда нам идти дальше, куда... Что предлагать, какие виды помощи, услуг, как относиться к новым веяниям в государственной политике. И как относиться к новым веяниям? Среди... вот, государственная политика, она становится... Ну, ну... В ней много изменений. Некоторые из них радуют, некоторые, там, озадачивают. То есть, понятно, что продолжается тематика, там, по ловле, там, иностранных агентов, но в связи с выборами она слегка, там, подутихла, там, смягчаются углы. Ну, то есть, изначально, вот, был этот из иностранных агентов создан, там, список... Черный список, скажем так, некоммерческих организаций. Сейчас стал создаваться белый список. То есть, это поставщики социально полезных услуг. То есть, государство создает, там, новый реестр, определяет правила попадания в новый реестр поставщиков социальных услуг, организации, там, социальной пользы, вот, и организации, попавшие, там, в этот, в белый список. То есть, они будут иметь массу разных перференций, более облегченный доступ к бюджетным средствам. Это мы сейчас про гранты говорим? Или нет? Нет, 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 это не только про гранты. Вот, поставщики социальных услуг, это имеется в виду то, что, когда некоммерческая организация оказывает социальные услуги населению, из бюджета ей компенсируют расходы на, вот, какие-то социальные услуги, за которые население, ну, не может, там, полную стоимость, там, ну, в полном объеме заплатить. Вот такая система, вот эта вот такая новация нашего законодательства, это перспективная тема для тех организаций, которые хотели бы заниматься именно социальными услугами. Олег, ну, давайте вот мы просто расскажем, это какого рода услуги? То есть, это, возможно, там, я не знаю, обустройство, обучение людей с ограниченными возможностями, обучение детей, Это, начиная от социального обслуживания, то есть, прийти, там, к пенсионеру, к пожилому человеку, там, сходить, там, за него в магазин, то есть, это услуги. В аптеку? В аптеку, да. Расплатиться по коммунальным каким-то квитанцам, вот это вот все. Процесс, помощь, там, в домохозяйстве, в содержании, там, каких-то, это и приюты, и, ну, всевозможные виды социальных услуг, там, консультирование. Юридическое, в том числе, наверное. В том числе юридическое. То есть, социальных услуг много может оказаться. В Кировской области, там, мы проводили в стенах общественной палаты несколько совещаний о том, как будут оказываться эти социальные услуги. Заинтересованность есть от лица некоммерческих организаций? Заинтересованность есть, но пока такая очень осторожная и не спешат. У нас, вот, в реестре поставщиков социальных услуг при Министерстве социального развития до сих пор всего лишь только одна организация. Это детский сад «Сказка» из Кирова-Чепецкая. То есть, всего лишь одна организация, которая вступила, там, в этот реестр поставщиков социальных услуг официально. Там очень много сложностей. Сложности связаны с тем, что, да, понятно, что если эта услуга финансируется со стороны государства, то требования к этой услуге, то есть, государство полностью берет на себя ответственность за качество, достоверность этой услуги. А, следовательно, эта услуга должна соответствовать всевозможным ГОСТам и СНИПам, там, и организация должна быть готова пройти всевозможные проверки. То есть, по-русски говоря, просто замучают вот этими всеми, да, контрольными мероприятиями. И многие боятся, то есть, хотелось бы, но боятся, потому что, там, стоимость компенсации вот этих вот услуг по государственным расценкам, она ни в какое сравнение не идет, пока сейчас, с теми административными издержками, которые придется пережить. И, конечно, все, 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 все сочли, что, там, и освещенность, и санитарные нормы. И ширина дверных проемов. И ширина дверных проемов. То есть, пока некоммерческие организации не настолько богаты, чтобы полностью обустроить, там, подходящее всем ГОСТам и СНИПам, там, рабочее место, как минимум, вот, нанять в соответствующие квалификации персонал, который бы, там, круглые сутки сидел и ждал клиентов, посылаемых, там, органами социальной защиты. Пока математика, вот, не складывается, но, вот, совещание, которое мы проводили, там, и с правительством, и с министерствами, вот, мы обсуждали все эти вопросы. Разработан, там, план поэтапный переходу, вот. На сколько лет вперед, Олег? Сложно сказать. Пока, как бы, там, год-два, но, вот, если честно, вот, тот план, который существует сейчас, то есть, он не особо убедителен. Вот, с нашей точки зрения, то есть, мы не видим в нем, чтобы, вот, основные претензии, претензии, не претензии, а основные вопросы, там, со стороны некоммерческих организаций были в этом плане, там, учтены. То есть, всевозможные, там, информационные, там, совещания, там, обсуждения, как бы, да, есть. А результата нет? Безусловно, мы будем принимать во всем этом участие, но пока экономически не сложится, там, какая-то более-менее, там, прочная и взаимовыгодная основа, там, для таких взаимодействий, Организации будут крайне осторожны, там, подавать заявки на вступление, там, в эти реестры. Вот-вот, скоро должны региональные управления федерального Минюста принимать заявки на признание статуса, там, организации, там, социальной пользы. Ну, вот, ранее это было, вот, организовано только через федеральные Минюсты, там требовалось подтверждение, там, фактов оказания социальных услуг со стороны федеральных министерств. Но федеральных министерств у нас тут в Кировской области нет, и даже те, кто хотели, они встали перед таким непонятным вопросом, а кто должен подтвердить, вот, формально бумагу подписать. Что мы оказывали эти услуги, да? Да, что мы оказывали в течение, там, года эти услуги, надлежащего уровня, качества и так далее. Никто же не проверял. В том-то и дело, что региональные министерства, они не имеют полномочий. В законе, там, в нормативных документах написано, что федеральные министерства имеют право, чтобы федеральное министерство подписалось за региональную, там, какую-то некоммерческую организацию. У них не было прямых контактов, и полномочия, там, не переданы были. Сейчас, так как это спускается на уровень региональных министов, ну, региональных отделений федерального министов, и они будут принимать решение, то есть, скорее всего, вот вся вот эта вот проверка, она будет проводиться на местном уровне и во взаимодействии с региональными министерствами. Сроки, примерно, мы можем, вот, обозначить? Я думаю, что за этим процессом мы будем наблюдать в течение 2018 года. То есть, где-то, вот, первые, там, ласточки должны в 2018 году появиться. Хорошо. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области, у нас в гостях в особом мнении. Сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Особое мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций, продолжается, и мы продолжаем говорить про некоммерческие организации, про их деятельность в 2017 году, перспективу на 2018. Ну, и про общественную активность тоже хотелось бы, конечно, поговорить. То есть, вот, та тенденция, которую вы обозначаете, да, это желание государства, если я верно понимаю, все-таки каким-то образом, ну, не формализовать отношения с некоммерческими организациями, а как-то вот их под присмотр загнать. Встроить свою деятельность. Да. То есть, это отношение поручить, там, некую работу за определенные деньги под определенным контролем. Вот, однако, не стоит путать общественную, там, гражданскую активность и просто деятельность их, любую хозяйственную деятельность юридических лиц. То есть, по сути говоря, некоммерческие организации, когда мы говорим некоммерческие организации, мы подразумеваем зарегистрированные юридические лица в определенной организационно-правовой форме. Которые отчитываются о своей работе. Вместе с тем, многие люди, просто люди, там, сограждане... Общественно активные. Да. Проявляют свою инициативу, ведут себя активно, там, проявляют свою гражданскую активность, вот, и делают это не всегда в форме, там, регистрации, там, юридических лиц. Мы рады, что это происходит, мы рады, что, там, люди проявляют свою активность. Олег, а вам как кажется? Ну, вот, мне кажется, прошлый год, он, в некотором смысле, был таким показателем, потому что это год, который мы провели при новом главе региона, да. До этого у нас был Никита Белых, к которому, конечно, было много претензий, в том числе в этой студии они, да, высказывались. И, тем не менее, все эксперты отмечали, что при нем, ну, был такой, можно сказать, расцвет, да, вот такой гражданской активности, что-то куда-то кто-то бежал, что-то делали, какие-то проекты новые появлялись. Мы прожили год без Никиты Белых. Вот вам как кажется? У нас активность общественная, в том числе вот такая неформальная, она выросла или она, наоборот, такая... Она растет. Растет. Вне зависимости от, там, желаний, усилий, там, государства. Она растет, как некий ответ, там, людей. То есть люди желают решать свои собственные вопросы самостоятельно. Люди желают, там, иметь прямой доступ, то есть самостоятельно прямой доступ к решению вопросов, которые касаются их непосредственно. И это, то есть вот эта вода, она будет просачиваться, там, сквозь любые, там, камни, в той или иной форме. То есть формы будут варьироваться. Сейчас, допустим, ну, на слуху, там, пропагандируемые темы, там, типа общественный контроль. Да, общественный контроль. Ну, вот эта тема запущена, она каким-то, ну, образом развивается. Но я пока реально, реально общественно контролирующую организацию вижу одно. Это вот наша группа, которая по контролю за ремонтом дорог, да, создавалась при общественной палате. И довольно активно они работают, в том числе и за содержанием сидят. И тоже, я так понимаю, нигде никак не оформлены документально. Ну, как, документально это, ну, вот рабочая группа. При общественной палате, да. То есть для этого существует уже нормативная, там, база. И, то есть усиление общественной палаты, это введено, как бы, в официальном статусе. То есть есть федеральные законы об общественном контроле. Общественный контроль осуществляется, да, вот таким вот образом. Вот. Что касается всех остальных, я не знаю, там, подразделений, ведомств и прочее, я знаю, что есть очень большая проблема с формированием общественных советов. У нас сменились министры, да, поменялся состав правительства. Я так понимаю, при каждом новом министерстве, там, да, новом министре, должен быть создан новый общественный совет. Или нет? Да, да. Вот. И большая очень проблема с формированием, потому что никто особо не горит желанием. Желанием горят, то есть заявок-то на самом деле много. Но вопрос, как бы, функционали общественных советов, то есть это, ну, такой очень большой вопрос. Чем должны заниматься общественные советы? Ну, контролировать, вот, на первый взгляд. Вот. И очень большой вопрос, как бы, для самих гражданских активистов, там, вступать или не вступать в такой совет, то есть проситься или нет. То есть непонятны полномочия. Да, непонятны полномочия, непонятна периодичность, непонятны механизмы, вот. Непонятно, кто должен, там, собирать этот совет. То есть представители министерства, то есть министр должен говорить, а давайте-ка соберемся общественным советом, что-то там обсудим. Или это сами люди, сами члены общественного совета, которых пригласил, там, общественная палата, министерство, должны проявлять, там, свою ежедневную инициативу, тормошить и уговаривать министра, что, вот, погоди-ка, давай-ка мы тут сейчас, вот, посмотрим, покопаемся у тебя тут и в документах, и, там, в деятельности, вдруг чего-нибудь найдем. Вот, это вот такая сложная тема, то есть пока система еще не устоялась. А когда устоится прогноз? Да, я думаю, что это деятельность на десятки лет. О, боже мой. Нет, ну... Ну, то есть... Ну, как, ну, невозможно... Не получится, да, быстро. Невозможно с нуля, вот, объявить, что сейчас у нас есть федеральный закон, сейчас, вот, общественным советам мы даем, там, какие-то, там, полномочия, да, и надеяться, что на следующий день все это само по себе запустится, придут люди, которые, там, будут компетентными, раз, там, активными, два, честными, три, там, четыре, пять, шесть. И еще и авторитетами они должны быть, ведь, наверное, да, чтобы их мнению прислушивались. Уметь разговаривать, там, с действующим, там, исполнительной властью, там, на равных, вот, быть самостоятельными от них, там, дистанцироваться вовремя, там, от каких-то, там, вещей, то есть, при этом во всем разбираться, ну, невозможно. Невозможно, потому что, ну, у нас нет такого количества грамотных, там, самостоятельных людей. Вроде, людей много, то есть, область у нас, там, немаленькая, то есть, больше миллиона, так, там, населения, вот, но, вот, грамотных специалистов, которые могут себе позволить свое, там, личное, там, время тратить на общественную работу, вот, в таких формах, там, где специалисты на зарплате-то не всегда могут разобраться, вот, это колоссальная нагрузка на самого человека, который принимает участие в этом участвовать. Пока еще не отработаны механизмы, пока еще, вот, ну, мы смотрели на деятельность многих общественных советов, там, предыдущие, там, мы не формируются, вот, хотелось бы, чтобы методы механизма были более-менее отработаны, хотелось бы, чтобы, там, два-три министерства, там, при себе запустили эффективно действующие советы, которые... Остальные, по их примеру, уже что-то пытались сделать. Да, все, по их примеру, дальше пойдут, но все это очень сложно, и все это очень наживо. В течение 18-го года произойдет это или нет? Нет, нет. Точно нет? Даже при одном министерстве? Даже при... Нет, при одном министерстве, там, может быть, но это все, там, пилотные, там, варианты. Это, как бы, тут даже не люди виноваты, и не система, то есть это не создается в один день, вот, это не создается даже, там, за год невозможно, вот, такую эффективно работающую систему создать. В общем, видимо, годами должно было это все происходить, но, тем не менее... Ну, слава Богу, что, по крайней мере, вот, есть нормативная возможность, вот, так работать. Закон позволяет? Да, закон позволяет. Сейчас вот по крупице, по крупице, по человечку, как бы, путем многократных, там, формирований, отсевов, формирований, отсевов, там, притираний, формулирований новых методов работы при министерствах, там, будут калиброваться и люди, и форматы работы, форматы взаимодействия, вот, будет меняться норматив, какие-то, какие-то мелкие нормативные базы по полномочиям, вот, я вот не склонен думать, что в течение 18-го года мы станем жить, там, в сказке. При общественных советах, которые авторитетные, разбираются во всех вопросах и прочее, прочее, прочее. Не очень много времени у нас остается, я прошу прощения, да, я все-таки, наверное, вот, немножечко эту тему сверну. Еще хотела бы спросить вас вот о чем. У нас новогодние каникулы принесли нам, тем не менее, такие важные, достаточно политические новости. И перед новогодними каникулами, и вот во время, собственно говоря, да, начался сбор подписей за самовдвиженцев президента на пост президента России Владимира Путина, насколько я понимаю, да. И сегодня многие говорят, что выборы, грядущие в марте этого года, будут достаточно альтернативными, да, и конкурентными. Потому что, если зайти на сайт президент-рф.ру, там вот кандидатов в президенты человек 20. При этом я, например, как человек, работающий в СМИ, две трети из них, ну, не то чтобы не знаю, я практически там про них ничего не слышала. А оказывается, они кандидаты в президенты. Вот вам как кажется, активность общественная в этом направлении, какая-то избирательная активность людей, которые хотели бы стать наблюдателем на выборы в Кировской области в этом году, она будет выше обычной или нет? Ну, смотрите, как бы, называя там выборы конкурентными, мне кажется, что... Это не я, это эксперты. Что эти эксперты очень сильно погорячились. То есть, конкурентность, это... От конкурентности можно говорить, когда более-менее сопоставимые фигуры там появляются, и там реально видно, что там за этими фигурами, что за той, что за другой, там за третьей, там могут пойти достаточно много людей. Однако, вот из тех двадцати там кандидатов, которые уже сейчас там есть на сайте, я крайне сомневаюсь, что это будут там фигуры сопоставимые в общественном там мнении с фигурой там одного единственного кандидата. Самого движенца, за которого собирают подписи. Вместе с тем, тут важен процесс тоже. Понятно, что для увеличения легитимности там избрания там единственного кандидата, там происходят какие-то методы либерализации предвыборного процесса. То есть, допускаются какие-то альтернативные кандидаты. Ну, ладно, черт с ним. Вот, изменяется предвыборное законодательство. Вот, допустим, уже сейчас там вступил в силу там закон, по которому появляется новая категория наблюдателей. Наблюдатели от общественных палат, от региональных. То есть, вот функция общественного контроля, то есть, там прямым текстом сказано, что да, выборы будут попадать в сферу общественного контроля. И там субъекты общественного контроля, поименованные в таком-то законе об общественном контроле, а это общественные палаты региональные, будут формировать там список наблюдателей на выборы, которые придут не от политических партий, не от штабов, не от имени кандидата. Не от СМИ. Не от СМИ. То есть, остановились как раз на том, что общественная палата с этого года и с этих выборов мартовских, да, получает полномочия выдвигать своих наблюдателей на выборы. Как это будет происходить, да, более подробно? Происходить буквально там завтра-послезавтра откроется вот тот сайт, который мы использовали для горячей линии по связям с избирателями общественной палаты. Там появится форма регистрации наблюдателей на выборы, где там любой человек может заполнить там анкетку. А, так вот это как будет работать. То есть, этот человек не обязательно должен быть членом общественной палаты. Это может быть любой человек, которого палата, ну, условно говоря, аккредитует, да? Да, да, да. То есть, подается заявление там в общественную палату, что хочу быть наблюдателем на выборы. То есть, после там несложных процедур, то есть, проверки там данных, там, соответствия там закону и прочее, прочее, то есть, общественная палата формирует там список наблюдателей. Много ли их будет? Мы постараемся, чтобы как можно больше, ну, если есть такая возможность, то есть, но в общественной палате не жалко, чтобы люди... Ограничений нет по количеству, да? По количеству ограничений нет. То есть, я не чу себя надеждой, что мы закроем все избирательные участки, ну, по крайней мере, город Киров, то есть, ну, достаточно много нужно там участков закрыть. Раньше, по предыдущим выборам, то есть, когда мы общались с людьми, которые и хотели бы быть наблюдателями, хотели бы посмотреть, как это работает, Но выбор был невелик, там, или записывайтесь, там, от конкретного кандидата, от политической партии, от избирательного объединения... Они все это хотят? Они все это хотят, себя с кем-то, там, напрямую ассоциировать и, там, подчиняться, там, какому-то партийному начальству. Ну, вот людей это останавливало. Сейчас вот снимается вот этот вот барьер. Я понимаю, что люди все равно придут со своими разными взглядами. У кого-то есть какие-то свои предпочтения. Они могут быть партийными, эти люди? Это будет каким-то являться, там, я не знаю, пунктиком, по которому более тщательно их будут досматривать, там, да, и отбирать? Ну, вот как партийность нас, вот, в данном случае, не очень волнует. То есть, там есть несколько пунктов, там, соответствия требований к наблюдателю. Однозначно, он не должен, там, высказывать, там, свою точку зрения, там, на участке, там, не должно быть агитации. Ну, в общем, все, что предписано наблюдателю. То есть, это альтернативная возможность, там, присутствовать на выборах, проявить свою активность. Если кто-то хотел, там, посмотреть, как происходят выборы... Как это устроено изнутри. Как это устроено изнутри. Понаблюдать за процедурой подсчета бюллетеней, там, удостовериться, что, там, подтасовок, там, не было, там, лично, там, то вот такая возможность появляется у людей, вот, возможность, которая не подразумевает вступление в какие-то, там, плотные отношения с кандидатами и штабами. Угу. Этих людей каким-то образом будут обучать? Да, конечно. Времени просто не очень много остается. Обучать будут, то есть, областная избирательная комиссия выразила готовность, и будет проводиться учеба для наблюдателей. Там, самая основная просьба областной избирательной комиссии, то, что наблюдатели должны быть компетентны. То есть, они должны знать, там, и основы законодательства, и вот в этом избирательная комиссия готова помочь, чтобы не было лишних конфликтных ситуаций из-за незнания наблюдателями закона. Как правильно, как неправильно. До какого времени будут приниматься заявки общественной палаты? Так, ну, вот это мы чуть позже сформулируем. Ну, примерно срок, там, месяц. Я думаю, что месяц будет. Месяц будет на раскачку, потому что, ну, пока тут после новогодних праздников все в себя придут. Еще одна общественная деятельность, еще одна общественная комиссия, общественная наблюдательная комиссия по контролю за соблюдением прав заключенных, лиц, содержащихся что-то там в местах принудительного содержания, заключения и так далее. ОНК, сокращенно, да, общественная наблюдательная комиссия, так мы ее называем. Честно говоря, немножко вот деятельность этой организации почему-то стала менее публичной, как мне кажется. Раньше больше было каких-то информационных поводов. Может быть, это хорошо, что стало менее публичной. Это значит, что у нас в местах содержания принудительно задержанных там, да, людей, все хорошо, все благополучно. Это так или не так? Ну, когда мы обсуждаем закрытые учреждения, то есть все хорошо, ну, так не бывает, так просто не бывает физически, чтобы было все там супер хорошо и замечательно. Претензии всегда есть, вопросов всегда есть, есть неприятные тенденции. Какие? Ну, например, одной из неприятных тенденций, которая выявилась, это вот такая некая новая технология, которая опробуется не только в Кировской области, а, видимо, во всей стране, потому что таких случаев уже много. Когда человек, находящийся в местах заключения, ну, в местах лишения свободы, пишет жалобу на какие-то действия сотрудников, а после проверки, когда эта жалоба не находится в подтверждении, подается встречный иск за... Клевету, ложный донос, как это формулируется? То есть уголовная статья 306, ложный донос, и вот у нас, по крайней мере, там... Два, по-моему, было случая, да, в Кировской области в прошлом году? Да, да, там, сейчас человек сидит по 306 статье, и там еще есть уголовные дела, связанные, как бы, кто раскручивается. То есть, ну, я считаю, вот мое личное мнение, что, ну, недопустимо, недопустимо использовать такие механизмы. То есть я правильно понимаю, что вот этим самым всех остальных, кто хотел бы пожаловаться, да, ставят в такое заведомо опасное положение, да? Конечно. Что ты жалобу напишешь, мы тут пока доедет комиссия проверяющая все, на что ты жалуешься, устраним, ты ничего не докажешь, а потом получишь. Да, это, я считаю, что это преднамеренное запугивание людей, находящихся в прямой зависимости от администрации, там, учреждения, с тем, чтобы они не писали никаких жалоб. Потому что доказать, вот, собрать осужденный, доказать свою правоту, там, собрать свидетельство, и что ты, он осужденный, он поражен в правах, он не может выйти из камеры и найти свидетелей, он не может найти доказательства. Он вынужден действовать через, там, каких-то посредников, адвокатов, там, и так далее, то есть по официальным запросам, которые регулярно где-то там теряются, там, не доходят, которые, там, суд отклоняет вызов каких-то свидетелей. То есть доказать что-либо крайне сложно человеку, находящемуся в таком положении. А если он не сможет доказать то, что кто-то его когда-то где-то ударил, то он получит встречный иск и перспективы еще на пару-тройку лет. Задержаться. Да. Задержаться там, где он находится. Может быть, в другом месте, но... Ну, я имею в виду, да, вот, ограничение свободы. Да. Вот раньше это считалось, что, как бы, человек использует свое право на защиту. Вот. И пишет жалобу. Там, если жалоба не подтвердилась, ну, не подтвердилась и не подтвердилась. Ну, не смогли доказать, что, как бы, вот, там, какое-то печальное событие имело место быть. Не смогли, не смогли доказать. Вот, осужденную, то, что его там избивали, там, что-то еще. Вот. На этом все и заканчивалось. А сейчас нет, сейчас... И более того, вот, информация об этих фактах, она усиленно распространяется по системе исполнения наказания. То есть, там, информационных стендах висят, там, висели, то есть, мы видели эти, там, объявления с информацией, что, вот, смотрите... Иванов Региско пожаловался, да? Да, и вот мы, мы, значит, написали встречный иск, а потом Иванов получил еще, там, два-три года сверху. Да, да. Что-то типа такого, то есть, вот, информация о таких случаях висела, там, в каждом отряде, и это было всем, ну, определенным таким сигналом. То есть, это было мнение системы. То есть, это все системно распространялось. Вот, для людей, которые не понимают, да, в каждом отряде это фактический стенд, который читают заключенные, да, информационные. Вот они приходят и это видят, да? То есть, я не стану говорить, там, был ли прав, был ли неправ, там, конкретный осужденный, то есть, суд признал, что он был неправ. Вот, но, как бы, за то, что он неправ, то есть, давать еще дополнительно, там, два-три года, вот, в местах заключения, а так как он уже сидевший, то есть, он идет как рецидивист, то есть, там... Там и сроки серьезнее, да. Там строгий режим, ну, ну, систему не отпускает от себя. А вы как-то обсуждали это вот с руководством нашего подразделения УФИН Кировского? У них же там, ну, не знаю, там, они с общественниками-то беседуют ведь? Беседуют. Так. Ну, тут мнения разные. То есть, они, безусловно, поступают в рамках закона. Ну, вот, есть, понимаете, есть, вот, формальная сухая законность, то, имели ли они право так поступить? Имели. Этично ли то, как это произошло? Вот, я думаю, что неэтично. Вопросы этичности, вот, ну, то есть, не заставишь человека этично поступать и, как бы, вот, как-то гуманно относиться, там, к другим людям, которые на него пожалуются. Это тенденция последнего года? Да, это вот, 16-17 год. То есть, усиливается. Усиливается, да. То есть, и вот этот механизм, он идет, обкатывается по всей стране. То есть, это не только у нас. То есть, я так думаю, что, так как этих случаев все больше и больше, скорее всего, это такая федеральная политика в отношении, там, осужденных. Ну, фактически, получается следующее. Через какое-то время, если это действительно федеральная политика, да, и мы это допускаем, проникнувшись всеми этими историями, заключенные перестанут писать жалобы. Членам общественной наблюдательной комиссии незачем будет ездить в колонии. На самом деле, вот, взять, как бы, обоснованную жалобу, то есть, это действительно проблема. То есть, когда приезжаешь, беседуешь с осужденными, то есть, самое распространенное, ну, то есть, тотально все говорят, нет, жалоб нет. Потому что они знают, что говорить, там, жалобы есть, говорить в реальности то, что они думают, это себе дороже. Понятно, что только единицы отваживаются, вот, или там люди, которые, там, стоят в крайней степени, там, отчаяния, вот, что других вариантов больше нет. То есть, большинство, как бы, вот, усмехнуться так. Готовы потерпеть? Да, готовы потерпеть. Потому что, что готовы потерпеть? Ну, вот, это не внушает оптимизма. На самом деле, да. Не очень хорошая тенденция, наверное. Ну, вот, ну, если вы читали, как бы, публикации, вот, я не согласен, тоже, там, с нашими членами ОМК, там, с некоторыми. Вот, ну, вопрос, вот, как бы, обсуждения общественной наблюдательной комиссии, вот, как к этому относиться, там, что с этим можно поделать? Ну, я очень надеюсь, все-таки, что общественная наблюдательная комиссия как-то соберется, может быть, даже в этой студии, да, вот это с нашей стороны предложение нескольких людей с разными мнениями собрать, и все-таки, ну, сделать такую большую программу по этому поводу. Олегу Ткачеву, члену общественной палаты Кировской области, члену общественной наблюдательной комиссии. Я говорю большое спасибо, это было его особое мнение. Я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok